Каждый из нас, рисуя картину Нового года, совершенно точно не хочет видеть на ней образ болезни, страданий и смерти, с которым тесно связана коронавирусная инфекция. Между тем, научно доказано, что все 37 разновидностей коронавируса обладают огромными эволюционными возможностями. И с каждым днём всё очевиднее тот факт, что само по себе заболевание не исчезнет. Единственным оружием, которое способно остановить вирус, является вакцинация. Как вы считаете, нужно вакцинироваться? Конечно, нужно. Чтобы не передавать в семье, чтобы не заразить других. Самое важное, чтобы здоровыми все были. Я провакцинирован, да. Расскажите, пожалуйста, какие у вас аргументы были, когда вы шли за и против, или только за? Сначала сомневался немного, потому что, ну, скажем так, всё, что в интернете говорят и пишут, ну, опять же, про побочные эффекты какие-то, это, наверное, останавливало. Но потом большинство моих знакомых привилось, а у меня семья достаточно большая, поэтому, ну, и работа связана с тем, что, ну, разъездная, сообщение с большим количеством людей, поэтому принял решение, да, вакцинироваться, конечно. Ну и не было побочных эффектов, всё хорошо, вы не болели? Абсолютно никаких нет. Всё отлично. Сегодня вторая доза, через полгода будем ревакцинироваться. Защищаю себя и окружающих защищаю, потому что я вот переболел в феврале месяце, а вакцинировался в ноябре, вот, и нормально. Надеется, что их принесёт, а когда попадают на Северное, тогда уже поздно. Масштаб проблемы и её важность понятны людям далёким от медицины, тем более они понятны тем, кто пришёл на встречу с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорем Карповым. Основная цель встречи – донести информацию о заболевании и остановиться на важных моментах, которые вызывают споры и множество вопросов. В центре внимания – профилактика. Очень важным аспектом, который сейчас выходит на первое место, это вопросы, связанные с профилактикой заболевания. Потому что именно она сейчас решает очень и очень многие пункты, которые в результате выливаются или в тяжесть клинического процесса, или в массовое заболевание. Своё мнение в ходе беседы активно выражали и другие участники встречи. Убедительным и ярким было выступление Виктора Михайловского, начальника Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома. Те пациенты, которые поступили с двумя прививками, они, как правило, негислородозависимы и проходят лечение намного легче. Практически ни одного человека с двумя прививками на аппаратах ИВЛ не было. В реанимации попадают до одного процента. Это деспубликанские цифры. Что такое прививка? Когда прививается человек, в организме есть антицеллата. И когда попадает в микроорганизм, он в организме этого привитого человека ослабевает. Верументность снижается в разы, то есть заразность этого пациента. И выделяется вирус. У него уже не то здоровье, которое было, если он попадет в непривитого человека. И Александр же это подтвердит, что это есть. Как способ защиты от передачи более слабого штамма. И этот слабый штамм, даже если мы кому-то передадим, то те люди, у которых иммунитет слабее, они его перенесут легче. Сегодня, когда государство дает бесплатную прививку и дает право выбора, не воспользоваться ей, как говорили Екатерина, смешно. И это просто, ну не знаю, преступно. Просто-напросто преступно. То, что сказал Игорь Александрович, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Основываясь на мировом опыте борьбы с коронавирусной инфекцией, спикеры встречи подтверждали цифрами и фактами необходимость вакцинации. Как единственного на данный момент реально эффективного инструмента борьбы с заболеванием. В настоящее время в мире, в разных регионах, насчитывается более 20 совершенно разных вакцин. Вот, 8 из них основных, туда входят обе те вакцины, которые есть в Республике Беларусь в настоящее время. И это не мои слова, это слова, в общем-то, достаточно авторитетных ученых о том, что вакцина хороша та, которая в настоящее время является, в общем-то, проверенной и доступной. Но я хочу сказать, что спутникам вакцинировано, ну, более 250 миллионов человек в настоящее время, это огромная цифра сама по себе. Вот, и китайской вакциной, как она называется у нас, тоже значительное количество, не берусь называть, но, в общем, больше, чем спутниками. Аудитории была представлена возможность задать все волнующие вопросы по теме и получить компетентные ответы. В частности, уточняли противопоказания к вакцинации. Это острый период заболеваний, необходимо дождаться или ремиссии, или выздоровления, и потом в определенные сроки. Условно, повторяю, там индивидуально выбирается, но условно с восклицательным знаком, это примерно не менее двух недель. И еще серьезные, повторяю, анафилоксические реакции, то есть серьезные аллергические реакции, серьезные, например, шок, отек к венке, вот то, что требуется, в общем, определенных действий в данном случае, вот, на компоненты вакцины. Вот еще вот это существует. И хочу еще раз сказать, что да, снижается количество заболевших, но не этого нам нужно ждать от вакцинации. Нам необходимо ждать уменьшения количества тяжелых случаев, отсутствия или резкого снижения летальности от этого заболевания и снижения госпитализации. Вот это три тех самых краеугольных момента, которые держат слово эффективность вакцинации в настоящий период.